Для того, чтобы придать ей окончательную завершенность, я бы хотел пригласить для итогового слова, для подведения итогов, министра экономического, исполняющего обязанности, министра экономического развития Российской Федерации, Максима Геннадьевича Решетникова. Максим Геннадьевич, вам подводить итоги и давать напутствие. Добрый день, коллеги. У меня очень сложная работа, потому что я стою между вами и обедом. Поэтому я не могу быть длинным, поэтому постараюсь как-то очень кратко. Действительно, блестящая дискуссия. На некоторые моменты хочется обратить и добавить какие-то аспекты. Вот там ключевая функция была производственная. Андрей Решетникович очень здорово написал. Он написал функция от труда капитала, запятая и многоточия. Вот в этом многоточии, наверное, скрыто много чего, что, в общем, может умножить этот труд капитал на ноль, а может x2, x3 и так далее. И, мне кажется, главная вещь, которая там скрыта, это институты. Вот не лишне повторять про такие вещи, как частная собственность, свобода ценообразования и конкуренция. Вот мне кажется, нам вновь и вновь надо возвращаться к этим вопросам, потому что не будет этого, не будет никакого желания бизнеса куда-то вкладывать. Потому что мы говорим там, вот Алексей сказал, там не хватает ресурсов. Коллеги, у нас 52 триллиона рублей прибыли прибыльных предприятий. Ну хорошо, берем немножко убытков, останется 46 триллионов. Объем инвестиций там чуть больше 30. Ну явно есть дельта даже там, понятно, что статистика есть статистика, где-то погрешности и так далее. Но мы понимаем, что ресурс в экономике есть. Вопрос кто, как и почему будет инвестировать. При этом я согласен с тем, что ограничением является не заемный капитал, а эквити. Будет эквити, будет заемный капитал. Вот, а это все зависит именно от институтов. Поэтому главная тема, это, конечно, права собственности. И здесь главное, наверное, прозвучало на РСПП. Президент сказал, приоритет гражданского кодекса, необходимость поставить уже законодательную точку в приватизации. Мне кажется, это то, чего все ждут и то, что будет реализовано в ближайшее время. Второй момент. Это вопросы, связанные, ну в целом, наверное, с изменением отношения к государственному имуществу. У нас все-таки очень много в государстве объектов, которые можно отдать частному бизнесу. И к этому вопросу надо возвращаться. Я сейчас не беру даже там стратегические компании, хотя и там, наверное, можно о чем-то говорить, на что-то смотреть. Элементарно мы там по Северному Кавказу видим, сколько у нас объектов санаториев стоит просто неприведенный в порядок. Как правило, это объекты либо профсоюзные, либо, как правило, федеральных органов власти, которые ходят за государственными инвестициями, но никак не отдают это в частный сектор. И вопрос не идет. Вот решая такие вопросы, надо двигаться и действительно права собственности, частные права собственности расширять в экономике. И в следующий момент мы собираемся строить с вами технологическую экономику, а значит интеллектуальные права собственности должны также серьезно защищаться. И здесь намного что еще предстоит сделать, намного уже делается. Второй момент. Конкуренция. Мы должны переосмыслить свое понимание конкуренции. На каком-то этапе конкуренция была равно борьба с монополиями. Когда-то равно борьба, значит, с картелями. Но мне кажется, нам надо в общем и целом выращивать скорее свои средние крупные компании, которые будут конкурировать за наш внутренний рынок, но в том числе и с теми иностранными компаниями, которые сейчас заходят на смену западным компаниям и ведут себя крайне агрессивно. Поэтому у нас с одной стороны мы должны действительно развивать конкуренцию, но при этом мы не должны стать... Экономика предложения это не экономика изоляции, мы это должны понимать, но это и не экономика, что называется, перекати поля, когда ветер дует и все выдувает. Мы должны искать этот баланс, и мы за эти годы очень сильно здесь продвинулись. Ну и свободное ценообразование, мы в общем тоже должны относиться к этому как к ценности, потому что не будет движения цен. Мы, с одной стороны, как правительство, очень, как сказать, ценно настороженные сейчас. То есть у нас раз в неделю мы получаем справку из Росстата, смотрим, где что выросло, где что упало. Раз в месяц совещание у Андрея Ремыча, экономика предложения, есть инциденты и так далее, и так далее. Но с другой стороны мы должны понимать, что здесь надо не перегнуть, потому что не будет движения цен, не будет инвестиций. Мне Алексей Евгеньевич обещал задать ехидный вопрос на тему того, что вы же курируете туризм, а цены-то растут, поэтому я просто готовился как бы с этого начать, но, видать, совесть все-таки вернулась к нему, и он смолчал. Действительно, цены в гостиницах растут, но это ведь естественно. Вот мы с вами смотрели формулу Фишера, да, МВ равно ПКУ. Понятно, спрос вырос. КУ в моменте резко не вырастет. Для этого требуются инвестиции, для этого требуется рост производства. Поэтому идет изменение цен. И мы должны к этому относиться до какой-то степени лояльно. Идет перестройка экономики. Перестройка экономики в условиях нулевой инфляции невозможна. Мы должны какой-то уровень допускать, но в другой момент, что мы не должны сидеть и смотреть на это, говорить, ну что вы, сейчас когда-нибудь само все перестроится. Мы должны активно в этом участвовать. И отсюда мы переходим дальше к вопросу о том, что надо работать как раз вот с тем КУ, с предложением, которое напрямую зависит от труда и капитала. И здесь тоже надо понимать, вот там все говорят, экономика перегрета, потому что безработица аномально низкая и так далее, и так далее. Слушайте, наш инок труда значительно более гибкий, чем нам казалось. И мы можем дальше повышать эту гибкость. Потому что мы в последние полтора года растем в условиях аномально низкой для нашей страны безработицы. И мы понимаем, что гораздо большая доля добавленной стоимости остается реальному сектору и дает ему расти. Поэтому заниматься платформенной экономикой, очевидно, она уже дозрела до какого-то регулирования разумного. Потому что если мы ее сейчас разумно не отрегулируем, ее отрегулируют не очень разумно. Поэтому это тоже то, что влияет на производительность в целом в экономике. Ну и, наконец, работа с капиталом. Здесь мы научились, здесь у нас инструментов достаточно много. Потому что, с одной стороны, мы видим суперкрупные проекты, которые действительно ориентировались на западный капитал, и для которых просто наша банковская система, при всем нашем глубоком уважении к банковской системе, она просто мала. И здесь вариантов, кроме как выйти государству через поручительство институтов развития, разделить риски с банковской системой по поддержке этих крупных проектов, других вариантов нет. И мы это делаем. С другой стороны, мы запускаем не только под суперкрупные проекты, а в целом под проекты, таксономию, которая позволяет снижать нагрузку на капитал банков. Берем часть рисков по проектам, делим, вот как Саша сейчас рассказывал, и в МСП делим, и по более крупным проектам делим. Субсидируем процентные ставки, нивелируя стоимость денег именно для инвестиционной части кредитного портфеля, с тем, чтобы вот это кредитное сжатие в меньшей степени его коснулось. Берем на себя гибкие механизмы в виде хеджирования процентных ставок в фабрике проектного финансирования, ну и так далее, и так далее, и так далее. Там целый спектр инструментов. Ну и, наверное, подводя итог, что все-таки экономика предложения, вот как мне кажется, это в первую очередь экономика прагматизма. Понятных практических решений. У нас окно возможностей, у нас, так сказать, разрушение иллюзий, разрушение иллюзий, что мы туда все продадим, оттуда все купим, понимаем, что нужно большую долю добавленной стоимости и цепочек формировать внутри. У нас есть под это спрос, но само по себе, вот надежда на то, что как-то лезисфер, значит, оставьте в покой, предприниматели все сделают, в сложной экономике не прокатывает. Это разделение рисков, это сборка проектов, это всегда очень большая совместная работа. Поэтому мне вот второй вариант, там, начало понравилось как-то там, только там, знаете, было так, развитие диалога власти и бизнеса, и почему-то потом через запятую в конце мобилизационная экономика. Вот мне первая часть нравится, во вторую бы очень не хотелось. Но в целом, мне кажется, вот такой замечательный диалог и такое проникновение вот от сверху вниз, то, что Андрей Ремович продемонстрировал, до конкретных решений, то, что мы под руководством Андрея Ремовича и в целом в правительстве занимаемся. Вот такое умение играть и от общего к частному, и в то же вере в частности ходить по земле, общаться с губернаторами, с банками, с институтами развития, это то, что в последние два года нам позволяло, ну, не только выжить, а развиваться. И я уверен, что так и будет. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. У нас Андрей Ремович... Все-таки нет, и здесь не точка, и здесь все-таки не до конца вернулась совесть. Да, ну что делать? Конечно, нет. Слушайте, как-то владение собственной совестью, это как бы навык, который я впитал с молоком матери. Максим Геннадьевич, вот Андрей Ремович, начиная свой фасутский экскурс в экономику предложения, он там каким-то образом отрефлексировал, что это все-все случилось в Америке, как бы таким ярким... яркой демонстрацией экономик предложения была, собственно, рейгономика. Я вчера прошелся по министерствам, из вашего кабинета спустился на этаж ниже, в министерство промышленности. И там у Василия Сергеевича Осьмакового есть великолепная цитата Рейгана, о том, собственно, вот прямо в кабинете висит, как раз автора рейгономики, собственно, что делает правительство. То есть сначала правительство регуляторно зажимает компании, делает их жизнь невыносимой, потом те, кто выжили, соответственно, облагает непосильным налогом, а после того, как эти как бы подсдохнут, начинают их героически спасать. Ну, я сейчас перефразирую. Я, конечно, согласен, что ЛСФР, да, и как бы само разрулиться, это не случай сложных экономик. Но как Вы видите... Вот сейчас просто такой момент, Кирилл, извините, но сейчас такой момент, когда мы можем и Андрею Ремовичу, и Максиму Геннадьевичу, вот без этих всяких вот как-то вытяжек, да, и там галстуков задать вопрос. Потому что сейчас Вы как бы вроде подвешены между небом и землей. Что Вы будете делать, Максим Геннадьевич, чтобы у нас было больше поводов гордиться Вами и работой Министерства экономики, если Вас оставят на работе? Скандал, скандал, однако. Как будто мало поводов гордиться, ответил бы я и гордо ушел. Подождите, если Вы все уже сделали и все поводы гордиться дали, в принципе Вас надо вывольнять, это понятно, да? Потому что это значит, что все лучшее у Вас позади. Я все-таки надеюсь, что дальше нам будет как бы больше поводов для радости, с ассоциированных с Вашей работой и работой Вашей действительно на самом деле крутого технологичного ведомства. Слушай, мне кажется, то, что я говорил, старался все-таки, чтобы не выглядело как отчет, так сказать, глубоко уходящих людей все-таки, а как некие задачи и видение того, что дальше надо делать. Просто, ну, поскольку вопрос немножко личный, я немножко лично отвечу, понимаете? Когда тебе 20-25, ты приходишь на какую-то позицию, тебе кажется, что до тебя все было не так, все не то, вообще люди ничего не понимали, мыслили по-старому и так далее. Ну и ты, соответственно, до 30-35, приходя, все отрицаешь, крушишь что-то и так далее. Потом ты понимаешь, что проходит 3-4 года, ну, в принципе, ты примерно создал то, что было до тебя, как бы, да, и то, что ты в первые два года благополучно развалил. Поэтому вот со временем как бы приходит все-таки понимание, что, ну, до того, как достать шашку и что-то это, надо все-таки внимательно посмотреть, ведь как-то ведь оно живет, и как-то оно работает и так далее. Поэтому, мне кажется, мы как правительство и Министерство экономики как большой коллектив людей за это время очень много, не разрушив, доделывали, досоздавали, дотягивали и так далее. Вот, и мы оставили, и мы это точно все не доделали и точки не поставили. Много сделано, но много очень в заделах. Поэтому, мне кажется, как бы очень важно, чтобы было вот это вот понимание, была эта преемственность. А преемственность, она во многом держится не на фигуре, там не на фамилии министра и его начальников, подчиненных, она держится на общем понимании того, что делается, и того, что это необходимо. И это является самой надежной страховкой, потому что, ну, не секрет, что, как бы, многие из вас, вот, когда, там, я только начинал, да, мы там консультировались и так далее, вот сюда подожди, как бы здесь посмотри, здесь пока руки убери, как бы, да, и так далее. Вот через год можно будет, там, Андрею Ромичу спасибо большое. Вот, вот, мне кажется, мы это прошли, и нам удалось вот эту вот преемственность сохранить. И я бы очень хотел просто, чтобы эти проекты, не важно, с какой фамилией, с какой табличкой на двери, вот, но очень важно, чтобы все это продолжалось. Спасибо. Спасибо, Максим Геннадьевич, спасибо большое.